Бенфика. Бенфика команда, которая, разумеется, довольно часто встречалась с англичанами в кубковых соревнованиях и на самом деле для нее заканчивалось это, как правило, не слишком здорово. Все пять предыдущих четвертьфиналов против английских клубов португальская команда уступила. Но тут мы берем вообще и Лигу Европы и Кубок Европы, который так еще когда-то назывался. Ну что, давайте смотреть футбол и давайте к составам команд. Бенфика, хозяева поля, которая пока без фига играла с Рио Ауэп. Так, первый опасный момент. И забирает Артур без каких-либо проблем этот мяч. Сложно вспоминать. 0-4. И, разумеется, этот результат... Ах ты, чего себе подписывался, как вырвался. Как здорово сыграл. Отложил отпечаток на настроение Нью-Касла в сегодняшней встрече. Пока в открытый футбол действовать не нужно. Дар поворотом. Это двухматчевое противостояние. И, вы знаете, вот минут за 30 до старта этой встречи Алан Пардию давал интервью этому. Удар поворотом. Крулл! Какая ошибка! Но сам сломал сам и починил. Как любит говорить Юрий Альбеевич Розенов. Да! Да! Так что вот им-то удивить соперника было нельзя. Здорово! И вот по опасный момент. Прострел! 1-0! Нью-Касл выходит вперед. Вот это да! Папи Сесе забивает. Это понятно. Но как же здорово. Мусаси Сокко пролетел по флангу. Вот это неожиданность. Нью-Касл выходит вперед. И вы понимаете, что в Сирии из двух матчей гол на выезде принципиально важен. 1-0. Классно! Фантастическая атака. Вот еще раз смотрим. Данни Симпсон. Он сделал пас. Ну а дальше Сесока и Папи Сесе. И передача. Пас. Все очень тонко. Но здесь Нью-Касл. Застекнут на все пуговицы. Передача! Здорово! Нет! Француз раз... Правда, он уверен, что Майк самого Тейлора хранится где-то там в гараже у Самюэля. И он протирает пыль. Ей... Опа! Моментик-то какой, а? Ни с того ни с сего. Вроде как там Танни Симпсон был. Но и Гаэтан, красавец, спрятался. Гаэтан сзади по ногам. Вполне вероятно, что это желтая карточка. И здесь никакого удивления не должно вызывать. Бутиеррес хорош в скорости. Низом передача. Удар! И вот это везет так везет Артуру! Как же был рядом Нью-Кассел к своему второму голову. Какой рикошет. А вот это уже дыра. И вот это уже возможность забить. Кардоса бьет. Крул. И добивание. 1-1! 1-1! Родриго сравнивает счет. Классное подключение. Только я накваливал вам игру полузащиты в центральной ее части. У Нью-Кассела как тут же последовало. Конечно, здорово. 377 минут. Кардоса. И вот момент для второго мяча. Удар! И опять добивание может быть. Здесь Тим Крул спасает. Еще одно! Еще одно! И отворот! Хотя летит сейчас весь этот орлиный взвод на судью бедненького Антони Готьера. Указывая, что должен быть 11-метровый. Давайте смотреть. Показалось, что действительно мяч мог попасть в руку. Еще раз. Бум! Сейчас Бенфика, чтобы выйти вперед. Тут, конечно, Тим Крул. Тут, конечно... Все, там поле кончится. Поле кончается. И отворот. Так можно играть. Считает француз. Эту игру не получается. А вот здесь по центру опять момент. Кажется, слишком далеко. Даже вот по телевизионной картинке было заметно. Свисточку этот угловой. Ола Джон. Разыграли португальцы. Подача! Вот так! Что да, спросите вы? А то да. Что надо забивать, конечно, такие моменты. Если ты хочешь играть в Лиге... Прошла какая-то стеночка. Здесь по ногам Дани Симпсон. Удар после свистка. Потому что штрафной совсем близко. ...предпринимает Бенфика. В составе команд никто ничего не меняет. Ни Жоржа Жизуш, ни Алан Парди. В таком составе играют Лисом Матич. И Андре Гомешу. В какой момент? И... Штанга! И офсайдой не было. Паписа Сесену. Вот это да. Минута прошла. И... Опа! И еще раз. Один-одинешеник. А вы обратили внимание, как приглядывался к этому моменту судья. Как он ждал, что же будет. Ударит или не ударит. Остроумно. Опа! Мяч остался. Момент! Пас! О-о-о! Как же все сделал Родриго! И как же это все не рассчитал Кардосо! Пустые ворота уже. Показалось всем, конечно, что здесь будет свисток. А вот дальше Гайдан. Подача. Как же было интересно. Я, честно говоря, не вижу принципиальную разницу в прошлогоднем Гайдане и в ныне. Здорово! И это красиво. А дальше? А дальше? Нико Гайдан где-то там. Врылся в землю и угловой. Очередной корнер. В начале атаки Нью-Касл-Юнайтед. Ох ты! Ох ты! 2-1! Давид Сантон. Но это, конечно, об стену надо сейчас идти и биться. Головой или любой другой частью тела. Головой, наверное. Может быть, так она встанет на место. Давид Сантон. Автор голевой передачи. И гол Лима. Бразилец выходит. Оладжон. Пенальти. Пенальти. Назначает арбитр. И вы знаете, он это решение принимает не сам. Кардоса. 3-1. Еще раз, ребят. В другой угол. И Крул угадывает. И вроде как. Но! 3-1. Снова нужно тем людям, которые отвечают за титры, выставлять этот счет на наших с вами экранах. 3-1. Бенфика уже на два мяча впереди Нью-Касл-Юнайтед. Очень неплохой проход. И офсайды нет. И вот сейчас момент возникает. Сесе. Сесока, ну куда же ты побежал? Ох, какая подача. И с внешней стороны по сетке мяч бьется. Но красиво, как перевели на дальнюю штангу. Там один-одинешник. Уэйн Руни. Ой-ой-ой, момент. Ну и... И... Крюл. Уже сидя на пятой точке мяч поймал свои руки. Так вот. И... Очень все это было забавно. Шолом, и он что-то был постоянной насмешкой. Сантон. Ну вот это как раз кипячая страсть сейчас. Абу-Бенфики шла. Шелка камеоги, пожалуйста. Желтый карточек еще получит. Ну-ой, ну-ну-ну-ну. Здорово. Удар поворотом. Слишком далеко. Над перекладиной. Последняя минута из добавленных. 3-1. Бенфика побеждает своего соперника Newcastle United в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Денис Казанский для вас работал на это. Редактор субтитров А.Семкин